Город Магнитогорск. Что это такое? Город Магнитогорск это работник комбината, но не всегда. Потому что, ну понятно, да, что на комбинате не работают все 500 тысяч человек, которые живут в городе Магнитогорске. Там 25 тысяч, ну там плюс-минус еще. Все остальные работают вокруг. Конечно, это хорошо, конечно, хорошо, что у нас есть металлургический комбинат, но как же остальные-то товарищи? И вот я показываю тех, кто занимается, занимается работой и работает с машинами. И вот это место, куда я приезжаю. Это бульвар Сиреневый 1. Другого варианта и нет. Дальше, чем бульвар Сиреневый, только река Урал. Поэтому здесь ремонтируют коробки, здесь восстанавливают ваше кузовное покрытие. Здесь машина ваша тоже делают. И для этого вам сюда и необходимо приехать, чтобы все это было сделано у вас. А давайте поговорим о сервисе. И по сути, ведь не часто случается вам видеть процедуру ремонта. Да, не часто. И проблема-то одна – люди. А здесь результат главный – эти люди работают. Как и машины тоже. Залазят везде и делают дело. И вопрос-то главный – могут ли они залезть в коробки автоматы? Да, могут. Там, по сути, ничего сложного-то и нет. Один вал и пакетники. Но, конечно, машина может встать. А в гаражах-то места-то и нет. Вот и не берут гаражные кооперативы автоматы, а здесь их делают. А по сути, что такое коробка? Коробка – это двигатель вашего автомобиля, да? Автоматическая коробка. Да, согласен. Автоматическая коробка – это такой большой агрегат, узел в автомобиле, который требует ухода, своевременного обслуживания, ну и правильного пользования. Ну, о том, мы говорили, как его правильно использовать, не носивая свою машину правильно, грамотно следя за маслом. Это часть вашей необходимой жизни, да? Если что-то не получилось, если новую коробку, если коробку бэушную взяли и не поймете, что там, кому проще обратиться? Проще обратиться, наверное, все-таки к нам. Будем все равно разбираться, в чем причина, будем искать. Я прекрасно понимаю, да, что в свое-то время были нормальные машины, да? Сейчас немножко машины чуть-чуть другие стали, да? Надо понимать, о чем речь идет. То есть нормальные машины закончились в 98-м году, когда последний Mercedes из металла сделан был. А потом машины стали какие-то нехорошенькими, да? То есть, ну, и подшумливает где-то, и еще что-то делается. Но есть такая штука, как шумоизоляция. Вы ей занимаетесь? Да, мы занимаемся шумоизоляцией, разбираем полностью салон, утепляем, проклеиваем все полностью детали, наклеиваем шумку, и человек потом едет и в тишине, и в комфорте. А, вот такое должно быть, да, Витя? А еще он может после этого еще и поставить нормальную акустику, потому что то, что стоит в автомобилях, ну, за редким исключением, это, ну, не есть айс. Акустикой? Ну, акустику, да, конечно, это совершенно другой эффект после того, как установили шумоизоляцию. Машина начинает звучать? Да, согласен с вами. Покраской в городе Магнитогорске занимается большое количество людей. Причем даже гораздо больше, чем должно было быть. Что такое покрасочная камера? Что такое покраска вообще? То есть нормальных результатов-то не так уж и много. Там, где есть настоящие покрасочные камеры, потому что можно, конечно, покрасить и в гараже, если вы сильно все приберете, а если не получится, и получится, что ваша машина с таких крапинок, и вы ничего с ними не сможете сделать. Это, к слову, о том, кто ратует за гаражные кооперативы. Мы не ратуем за гаражные кооперативы. Нам нужна покрасочная камера для одной простой причины. Потому что мы бы хотели, чтобы ваша машина и дальше продолжала выглядеть и показывать всем, что она того стоит. Но где покрасочные камеры? Ни у всех и не везде. В данном случае мы вам показываем, где есть покрасочные камеры. Это Бульвар Сиреневый 1. И теперь о покраске. В нашем замечательном городе, где только машина не красится, и в гаражах в том числе. Ну, я, конечно, вас понимаю, вы стремитель сделать все задешево. Но есть-то суть. В большинстве гаражей лепнинг-то занимаются. То есть лепят и шпатлевки. А вы три не видите. А я-то знаю. Видал я своего Скайлика с подвесом вместо капота на 60 килограмм. Простите, не надо мне такое. Лично я вам скажу, в чем подвох и где опасность в дальнейшем для вашего автомобиля. Значит, что касаемо работ, проводимых нашим цехом кузовного ремонта, скажу следующее. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Ориентируемся на любого. То есть методы ремонтного воздействия, их стоимость готовы обсуждать по поводу, значит, заменяемых запасных частей в ресурсах нашего СТО имеется в наличии, как был, скажем, не оригинальный, но довольно-таки хорошего качества. И, в общем, все, что нужно для качественного ремонта вашего автомобиля. Также, что хочется сказать. Если невозможно добиться качественного ремонта автомобиля, не имея подобающего оснащения. Там, окрасочная камера, будь то различные гидравлические приспособления для устранения различных перекосов, там, несоответствий в параметрах проемов автомобилей. Все это имеется в оснащении нашего центра. И, пользуясь этим, мы можем обеспечить стопроцентное качество, гарантировать это качество. Ну и, соответственно, добросовестное выполнение работ персоналом, молодым, но довольно-таки с богатым опытом. Да вот так-то и должно-то быть. И это возможно, но далеко не каждый поймет. Суть. Машина, по сути, это банка. Один раз ударила, она вся смялась. И вы даже не думайте, что это металл. Это обыкновенная банка. А кто из вас сможет ее восстановить? Да немногие. Но здесь такие и работают. Теперь про самое сложное. Про гадких страховых выплат. Это они, страховщики. Мало того, что подняли ставки на 40%, они еще и не платят вам. Ну, козявки. Касаемо отношений автовладельцев со страховыми компаниями, часто возникают такие проблемы. Да. Значит, мы готовы оказать любую помощь в любых отношениях. Все, что касается страховых компаний, вопросов ВТП, любой может задать. Любой вопрос получит ответ. Юридическая помощь, значит, сопровождение в судах. В общем, стопроцентный комплекс услуг. Да, мы поможем вам взять деньги, положенные вам за страховой компанией. Причем, в принципе, с любой. По сути, надо было с этого и начать. То есть, не помоешься, не приедешь, и ничего тебе не сделают. А нет. Мойки дешевые важны вам каждый день. Потому что понять надо. Гораздо круче ездить на ухоженном автомобиле. Но мойк-то в городе много. Так вот, мы про качество и поговорим. Потому что, извините, плачить чуть больше как-то неохота. Платим чуть меньше и приезжаем постоянно. И днем, и ночью. Стоит, вот смотрите, например, приехал клиент. Заказал мойку, например, технологическую мойку. Ну, сверху сполоснуть машину. Так, мы предлагаем нашим клиентам еще две фазы. У нас трехфазная мойка есть. Первая фаза – это обычная мойка. И остальные две фазы всего 170 рублей стоят. Это у нас наношампунем покрывается автомобиль. Образуя первую пленку защитную, чтобы покрыть. Затем жидкий воск. Жидким воском машинка покрывается. И этим самым препятствует отталкиванию грязи, капель воды. В общем, машинка выезжает чистая, клиенты довольны. То есть сумма не такая большая, да? Обычная, мгновенная мойка. Сверху получается 170 рублей, да? Трехфазная мойка. Трехфазная мойка получается 350 рублей, да? И комплексная мойка 500 рублей. Суммы небольшие. Суммы небольшие, да. И не кусается у нас. Клиентам нравится, приезжают. То есть мы говорим, ну, для тех, кто уже с головой дружит и все считает в долларах. Обыкновенная мойка 5 долларов практически, да? Нормальная мойка чуть-чуть дороже стоит. А, вот, кстати, трехфазная мойка, она почти 6,77 долларов стоит, да? А комплексная мойка, ну, почти 10 долларов. Чуть подешевле, да? То где вы еще такие деньги найдете-то? Ну, нигде не найдете таких цен. Только у нас. А когда вы работаете, я знаю, что вы что-то новенькое. Сейчас мойка вышла на круглосуточный режим работы, то есть 24 на 7. То есть можно в любое время суток сюда приехать? В любое время суток можно приехать. Также можете свою машинку оставить на ночь. Например, вот кто химчисткой заказывает, делают химию, на ночь оставляют для просушки машины. То есть утром клиент забирает машину уже сухой. Давайте скажем, сколько мест. Три места, причем больших места. Три больших боксов. Также мы моем газели. Для газели у нас тоже акции. 170 рублей всего газель стоит помыть. И также есть у нас для всех таксопарков города 150 рублей вверх коврики. Ну, чем это не радость-то? Приехали, сделали, да? Буквально там 10 минут и на новой машине приезжаете. И газелисты работают, и таксисты работают, и все приезжают на новых чистых машинках. Да, именно так. Конечно, город Магнитогорск шикарен. Но, понимаете, находясь рядом с комбинатом, рано или поздно наши машины начинают темнеть. А раз мы находимся рядом с комбинатом, нам необходимо что делать? Нам необходимо иметь чистые машинки. Так что, извините, ничего не получается. Если мы живем в качественном городе, а город Магнитогорск, он просто шикарен. Я в действительности посмотрел многие города, дома и села. Прокатился я от Владивостока до Санкт-Петербурга. И даже еще посмотрел центр России. И посмотрел Кавказ. И я посмотрел, и скажу честно, Магнитогорск живет гораздо круче, чем другие. У нас идеальные дороги, у нас отличные машины. Мы немножко как-то по-другому друг с другом общаемся. Но это наша проблема. Если мы будем общаться нормально, то все будет хорошо. То есть это наша часть. А где машины мыть? А машины мы вам предлагаем мыть здесь. На улице Бульвара Сиреневым один. То есть получилось три сегодняшних сюжета. И все это об одной теме. Где мы будем машины восстанавливать, где мы будем их мыть, где мы будем их красить, если что.